Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И вместе с вами мы продолжаем читать Евангелие от Луки, продолжаем комментировать. И сегодня у нас девятая глава. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней». Вот Господь, Он независтлив, Он от Своей силы уделяет тем, кто находится рядом с Ним. И в данном случае с Ним кто? Это двенадцать учеников, двенадцать его ближайших апостолов. Но, в общем-то, и любой христианин, да и вообще все, кто с Господом, они будут от Господа воспринимать его удивительную духовную силу. А эта сила какая? Сила, сказанная над всеми бесами и врачевать от болезней. И у апостолов это действительно проявлялось. То есть, Спаситель, Он наглядно свою власть проявлял над бесами, над болезнями, над видимыми стихиями. И то же самое начинают повторять Его ученики. «И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». То есть, Он их направляет с определенной миссией. Мы знаем, что Он направлял их подвое. Может быть, потому что они еще тогда были не очень опытные. И вдвоем легче было осуществлять. А главная цель какая? Это вот проповедь Царства Божия. То есть, не просто вот какого-то временного земного благополучия, а Царства Божия, чтобы и мы, люди, были причастны этому вечному небесному Царству Божию. А исцеление болезни – это всего лишь свидетельство, как бы подтверждение, что действительно с апостолами присутствует Сам Господь. Господь, Он и есть наш истинный Целитель, истинный врачеватель. Вот с Ним и приходит Царствие Божие. И сказал им, вот это очень такое важное наставление фактически каждому миссионеру, каждому подлинному проповеднику. И на протяжении веков, в общем-то, действительно, это исполнялось прежде всего в лице святых проповедников. «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имеете по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь». Вот древнехристианская книга «Дедахи», это греческое слово, «Дедахи» значит учение, учение двенадцати апостолов, там описывается, как действительно были такие странствующие миссионеры, тоже апостолами их называли, то есть посланники. И они действительно не брали с собой никаких вот таких продуктовых снабжений. Ну, представьте, чтобы миссионер шел там с мешком зерна там на себе, там с какой-то едой, там провизию тащил на тележке, там или набивал там кошелек золотых монет. Это очень трудно, и они действительно не брали никакого с собой пропитания, финансового сбережения, но их поддерживали в каждой христианской общине. Вот куда они проповедовали между язычниками, там вкушали то, что им предлагали, и потом доходили до какой-то общины христиан, где могли на время остановиться, отдохнуть, и их могли еще вот немножко так вот поддержать, укрепить. И дальше они тоже шли, и за свою проповедь ничего не брали. И вот в какой дом войдете, оставайтесь. То есть вот как Господь сам устроит, а не так, что если ты будешь искать, вот здесь в плохом доме мне предложили, я пойду в лучшее, это значит, что внутри тебя уже что-то не то. Ты уже не совсем Христов, служитель. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших, во свидетельство на них». То есть что это значит? Это значит, что, собственно говоря, вот почему прах отрясти? То есть что даже грязь там ваша не нужна. Мы ничего от вас, вашего не ищем. И отряхнуть прах, то есть как бы, что вот вы остаетесь вместе со своей вот этой грязью, со своей пылью, и это да будет в осуждении вам. И дальше мы читаем уже, собственно, про апостолов. «Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». То есть вот спаситель их наставил, а после этого они действительно идут, благовествуют Царство Божие и действительно исцеляют. То есть фактически вот апостолы, приняв от Христа чудотворную силу, становятся такими первыми христианскими целителями, чудотворцами. «Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал». То есть дела Христова, тем более апостолы, вот ходят и проповедуют везде о Христе. И, конечно же, вот эта вот весть, она доходит в том числе до Ирода, четвертовластника. Это что за Ирод? Это Ирод Антипа, четвертовластник, потому что власть была поделена на четыре части, и Антипа, Ирод, он владел одной из этих частей, но он был самый такой продвинутый из вот этих четвертовластников, самый могущественный. И вот он услышал и недоумевал. А почему недоумевал? Объясняется. «Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых». То есть он же, Ирод, умертвил, Иоанн отсек ему голову, и тут вдруг до него доходит вести, что Иоанн, креститель, воскрес, проповедует. А Ирод, он ведь в свое время боялся Иоанна, он прислушивался иногда вот к его советам, и поэтому он испытывал такой вот мистический страх, смятение у него происходит. То есть вот одно было мнение, что Иоанн восстал из мертвых. А что другие говорили? «Другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес». Ну, Илья, пророк, был взят с телом на небо, и считалось так, что, в общем-то, это и в Ветхом Завете сказано, что он придет перед концом времен для того, чтобы обращать людей к Богу, придет перед явлением Христа. Только здесь думали так, что он придет перед первым явлением Христа. Ну, тут пришел Иоанн, креститель, который был в духе пророка Ильи. А сам Илья придет перед вторым пришествием Христовым, уже незадолго до страшного суда для того, чтобы обличить антихриста, поддержать верных христиан и обратить, кого возможно, еще ко Господу. «И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. И вот, что мы тут можем сказать, то, что Ирод в этих смятениях своих, он даже ищет увидеть Христа, но Христос сам этой встречи не желает. А почему так? Потому что Ирод, он был, ну, просто каким-то любопытным таким человеком, который искал чего-то необычного, но не собирался менять самого себя. То есть его душа оставалась без перемены, непреображенная. И даже если бы он услышал Христа, то ничего бы в его сердце не изменилось. И его соприкосновение с Иоанном Крестителем тому подтверждение. А что же апостолы, ученики Христовы? Апостолы, возвратившись, рассказали ему, Господу, что они сделали. То есть вот как они проповедовали, как люди их слушали, как чудеса совершались силой Христовой. И для самих апостолов это тоже было такой вот неожиданностью, что оказывается благодатная сила, вот она себя так проявляет над бесами и над недугами. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидуя. То есть нужно было им тоже отдохнуть. Проповедь — это нелегкий труд, и он тоже изнуряет человека, и поэтому нужно находить время для отдыха. А лучший отдых — это когда ты все-таки уже ничем не развлекаешься, вот надо немножко побыть наедине с самим собой и помолиться в этом состоянии, чтобы все внутри умиротворилось, успокоилось. Но тут мы видим немножко такую тоже ситуацию, что мы-то иногда хотим покоя, а люди не всегда этого понимают. Но народ, узнав, пошел за ним. То есть вот они выходят в пустынное место для того, чтобы отдохнуть. А вот народ, узнав, пошел за ним, за Христом, и он, спаситель, не отказывает людям. Хотя он сам тоже, как человек, уставал, и ученики устали, но он не говорит людям, чего вы пришли, да, оставьте нас в покое. И он все равно идет к ним. Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и, требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И вот тут как раз произойдет сейчас то самое чудо, которое дважды совершалось. Это насыщение голодных несколькими хлебами. То есть день же начал склоняться к вечеру. То есть вот люди пришли, узнав, что спаситель в уединенном месте. И тут же вот пошли, пошли, пошли и слушали его. И как бы забыли даже про себя. Забыли о том, что они остаются людьми, которые нуждаются в пище, что нужно себя подкрепить. И вот уже весь день, уже ближе к вечеру, и приступив к нему, двенадцать говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в воскресные селения и деревни ночевать. И достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. И тут уже получается так, что сами ученики Христова проникаются таким состраданием, что вот люди-то долго рядом со спасителем, и пусть хотя бы вот они пойдут в близлежащее селение, отдохнут там, подкрепят свои силы, там что-то себе приобретут. А спаситель почему-то не отпускает. Но он сказал им, вы дайте им есть. Вот может быть не совсем тут такое понятное, да, но в истории на самом деле такое неоднократно бывало. Допустим, какой-то вот монастырь, где вроде бы цель-то монастыря – это прежде всего именно духовное благо. И там молитва Богу, да, там духовное наставление, там просвещение, проповедь. Но именно монастыри в иные времена, они становились такими вот житницами. То есть бывало так, что вот люди жертвовали и зерно там, и разные какие-то продукты. И когда голод, то монастыри тоже открывали свои вот житницы и кормили людей, бесплатно раздавая хлеб. Это значит, что мы не только о духовном заботимся, но и, когда нужно, о телесном. И сейчас тоже есть социальное служение во многих монастырях. И специально разыскиваются те люди, которые нуждаются, нуждаются в помощи. И обители помогают этим людям в материальном смысле. Они сказали, вот там-то еще ни монастырь, ни житница, ничего такого нет. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех-всих людей? То есть они недоумевают, но и как бы они купили пять тысяч человек, это все-таки слишком много. Ибо их было около пяти тысяч человек, так сказано. Но Он сказал ученикам Своим, рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Господь не вдается ни в какие уже человеческие рассуждения. И тут главная мысль какая? Что вот если ты доверился Богу, то Господь тебя не оставит. Если ты думаешь, что вообще нечего уже есть, все равно довериться Господу, молись Богу. Конечно, и как человек трудись, делает что нужно, но довериться до конца. И когда нужно, то Господь, Он тебе непременно поможет. Вот как один знакомый священник рассказывал про свою бабушку. Во время Второй мировой войны мужа на фронт забрали, она сама с двумя детьми. И потом совсем тяжелая ситуация уже, голод. И она подвернула себе ногу, уже не могла ходить. Ну, могла, конечно, но так вот активно работать не могла. И подумала, что все уже, уже ничего не осталось, что вот умрет. И потихоньку так вот она проковыляла, вышла за город и решила, что останется там и умрет. И не будет смотреть, как ее дети будут умирать. И вдруг какой-то вот старец подходит и спрашивает, что она там делает. Она рассказывает, что вот старалась не грешить, а почему-то Господь посылает ей такие скорбьи, испытания на грани смерти. А он, этот старец, ей отвечает, что ты только вот старалась не грешить, а Господь Иисус Христос, Он вообще не грешил. И люди Его распяли, но Он же воскрес, и Господь никого не оставит. Поэтому, возвращаясь домой, тебя Господь не оставит, все решится. И вот она, прислушившись, вернулась, и вдруг неожиданно стали соседи помогать продуктами. Непонятно даже почему, то есть что-то вот у них такое повернулось в сознание. Это, конечно, Божие было действие, потом еще как-то что-то. И получается так, что промысл Божий, он и голодного человека накормит, если такой человек доверяется Богу. Наше дело — это не уклоняться от Бога ни в какое преступление, ни в какой грех, не уклоняться в отчаяние, не замыкаться в себе, когда в отчаянии человек идет на какой-то страшный поступок, самоубийство. То есть он как бы закрывается в себе и пытается спрятаться от Бога, вообще от всего, и губит себя. А вот наоборот, наше дело — раскрыться навстречу Богу и навстречу ближним. И тогда Господь все устраивает. А вот Спаситель поэтому говорит ученикам, что рассадите их рядами по пятидесяти. Но почему это так сказано, что и сделали так, и рассадили всех? То есть, что нужен определенный порядок, даже чисто вот внешне. То есть их вот пять тысяч человек. Если рядами по пятидесяти, то в каждом ряду получается сто человек. Иначе, если толпа, то как раздавать? Это будет... Там они просто сметут, вот как трагедии на Хадынском поле. Неумение правильно организовать, доброе дело, оно может обернуться трагедией. И здесь вот Спаситель, он как... Он как и по-человечески вот это вот такое здравомыслие проявляет. Он поэтому и организует правильно, чтобы они не двигались слишком, да? То есть они сели. Если он сел, садится, он уже никуда не идет и никого не будет сметать на пути перед собой. По пятидесяти. Вот. Потом, значит, пятьдесят и сто получается так вот. И вот тогда уже можно организованно раздать пищу. Потому что голодные люди, они могут все сметать на своем пути, даже не задумываясь об этом. И вот, когда правильно организовано, и поэтому в церкви все старается тоже. Некий строй, порядок, последовательность. Чтобы было все вот по этому здравомыслию нормальному организованному. И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрали по двенадцать коробов. Вот. Вот какое дело, что вначале, конечно же, он такое чисто человеческое, производит такие организационные действия человеческие. А после этого, когда уже само чудо, то он что? Он возрев на небо, да? То есть прежде всего обращение к Богу. Потому что всякая пища, хотим мы того или нет, все равно это дар Божий. Весь мир – это творение Божие. Если Господь не дал бы силу земле, да, или вот тому же зернышку, не вложил бы закон, чтобы оно возрастало, то ничего бы и не было. И поэтому мы взираем на небо, обращая взор как бы к небесному Отцу. И благословил их, да, то есть благословил вот эту пищу, и потом преломил и дал ученикам. Получается, что вот он преломляет, даёт вот эти хлеба. Это лепёшки были, конечно. Такая традиция. Ну, вот так вот хлеба пекут в тех странах и до сих пор. И вот эти лепёшки он отламывает, а она не исчезает. Отламывает и раздаёт, раздаёт. И все так, что насытились. И не просто насытились, а ещё и осталось. То есть у Бога всё в изобилии. Он не просто насыщает, но он насыщает так, что ещё и остаётся. Причём двенадцать коробов, а двенадцать почему? То есть по числу апостолов. Вот их самих двенадцать. И получается, что каждый из учеников, он берёт такой короб. Это, понимаете, были такие корзинки, которые носили за плечами. Ну, не рюкзаки. Рюкзаки тяжело было шить. Всё вручную, машинных же, швейных не было. А были короба, которые за плечами носили. Плели эти короба, носили за плечами. И вот они наполнились, эти короба. И вот каждый из учеников принял по одному коробу и идёт. И в него же груз. Поэтому он постоянно вспоминает про это чудо. Как это так? Было всего лишь пять хлебов, а тут вдруг, помимо того, что накормили столько людей, ещё и несут на себе. То есть тяжесть вот эта, она напоминает о чуде. Мы слишком быстро забываем про чудеса Божьи. Вот чтобы не забывали, такое дано. Но кроме того, это ещё речь и о бережливости. Иначе, если бы что получилось, что, ну вот Господь насытил, ну, поели там всё, побросали и пошли. И так бы вот эта вот поляна, она была бы усеяна остатками вот этой еды. И это неправильно. То есть мы не должны засорять Божий мир, во-первых. И во-вторых, мы должны быть бережливы к пище. Если что-то осталось, не выкидывать, а стараться всё-таки это потом тоже доесть. Потому что это пища, благословлённая Богом. В одно время, когда он молился в уединённом месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ? Вот. Ну, собственно, вот недавно было сказано, как Ирод Антипа относился. Ну, а народ что? А народ тоже то так, то сяк. И ученики сказали, они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. То есть всё то же самое, что и в том случае. Ну, видимо, у иудеев у них не было особо много вариантов, чего тут был Креститель Иоанн, который очень такая мощная харизматическая фигура, такой жёсткий обличитель, не боявшийся никого. И не все же знали, что он казнён, да, или кто-то говорил, что он казнён, но воскрес. Или, может быть, один из древних пророков воскрес, говорили, потому что в Ветхом Завете уже предсказывали будущее воскрешение. Или вот Илья, который живым был взят на небо, а раз живым, значит, он вернуться должен в таком же теле. «Он же, то есть Спаситель, спросил их, а вы за кого почитаете меня?» То есть рано или поздно нужно давать даже не Христу, а для самого себя ответ. Вот как ты относишься ко Христу? И вот тут происходит очень важное дело, что у учеников Христовых у них уже меняется отношение. Получается, у них к этому моменту уже изменилось. Вот это внутреннее перерождение идёт ещё не до конца, конечно, но уже поменялось отношение, они уже более ясно смотрят на него. И от лица всех учеников отвечает Пётр, как старший. «Отвечал Пётр за Христа Божия». То есть вот исповедание Петра, как выражение веры учеников, двенадцати апостолов. И они уже видят не просто пророка, не просто какого-то учителя, а именно Христа, Мессию, помазанника Божия, который должен спасти. Но он строго приказал им никому не говорить о сём, потому что люди ещё не поймут. И Спаситель как бы сейчас пытается подтвердить, что да, это так, но Христос Божий, он сказал за Христа Божия, а Христос Божий, он какой? Что он значит? Вот он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому, то есть вот этому Христу Божию, должно много пострадать, и быть отвержены старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиты, и в третий день воскресных. То есть вот каков он, Христос Божий. Не царь над земными царями, да, они-то ведь как считали, что, конечно, и в пророчествах Даниила там сказано, что вот, когда вот это видение вот этого истукана, который из четырёх частей, то есть там царство Вавилонское, Медоперсидское, Греческое, Римское, а потом от горы откалывается камень, от несекомой горы, и он разбивает всё это, и сказано у пророка Даниила, что вот царство его будет царство вечное, то есть образ Христа как именно царство, которое воцарится, да, на земле, но не ради земли, а ради небесного мира. И а через что? Через вот это вот крестное, через крестную жертву Христу и потом через воскрешение, чтобы жить уже прежде всего, конечно, на небесах. И люди ещё не могли этого понять. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот это, конечно, одни из главных слов в Евангелии, потому что эгоист, он не может, вообще он не может ни с кем ужиться, эгоист. Эгоисту тесно и с женой, и с детьми ему тяжело, и там с родителями. Если ты эгоист, если твое «я» у тебя во внутреннем пространстве вытеснило всё, вот оно «я» заняло всё твое внутреннее пространство, как бы огромная такая буква «я», и вот она своими ножками пихает, головой свою вверх, так сказать, пытается вырвать, и вырваться наружу, да, и везде вот «я» и других от себя отпихивает. Поэтому ничего хорошего из этого не получится, и не только с ближними не уживёшься, но и Бога принять не сможешь, потому что опять на первом месте будет «я». А как же тот, кто тебя создал? А как же тот, кто хочет тебе даровать вечную жизнь? Если у тебя всё «я», да, то где же тогда Господь Бог? И вот только отвергнувшись своего вот этого эгоизма, а мы не знаем, как это легко сделать, поэтому сказано, что вот ты просто отвергни себя, то есть забудь про себя, про свои корысти, иначе всю жизнь будешь завидовать, всю жизнь будешь осуждать, превозноситься над кем. И вот эти страсти, они просто сгрызут тебя, уничтожат, жизнь твою в ад превратят. Поэтому если хочешь идти, говорит Господь, за мной, отвергнись себя, отвергнись вот этого своего страшного «я», как идола истукана, это вот истукан такой, которому жертвы принадут, его надо разбить просто, не спровергнуть, «и следуй за мною», взяв крест, да, «возьми крест свой, следуй за мной». Крест — это что? Конечно, в то время, вот почему Спаситель говорит про крест? Крест уже был известен, ну, как, вот римляне находились, представители римской власти, римские легионеры, и, соответственно, римские казни. А римская казнь, она в том числе через распятие на кресте. Поэтому для иудеев того времени кресты были известны, распятие на крестах, и это было очевидным таким выражением, ну, очень тяжелой участи, как бы тяжелого такого вот наказания, расплату за твои грехи или преступления. И поэтому крест стал символом такой тяжелой земной участи. И вот оказывается, нужно взять и следовать за Господом, то есть признав крест как заслуженный, потому что мы все грешники. А раз грешники, то надо и потерпеть за свои грехи. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. То есть если хочешь сберечь ради комфорта, вот тут поберечь никаких усилий, там вот отвернуться от других, вот только свой комфорт, то ты как раз душу свою не сбережешь, вроде лелеешь ее, но ты ее потеряешь. А вот кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. То есть если ты, наоборот, отказываешься от себелюбия, от вот этого комфорта личного, и открываешь сердце навстречу Богу, навстречу ближнему, то ты как раз душу свою избережешь, спасешь ее для вечности. Ибо что пользу человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? То есть человек все копит, куда-то стремится, пытается насытиться, что-то попробовать все вокруг, и вот поглощает, поглощает, вот как гусеница, которая все время только поглощает, и потом как бы из себя землю выпускает, перемалывая все это. И это ничего не дает душе человека. То есть ты просто-напросто, даже если ты весь мир приобретешь, а себя погубишь, то есть свою бессмертную душу, что польза тебе от этого, да, нет этой пользы. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда приедет во славе своей и отца, и святых ангелов. Речь идет о том, что действительно вот не просто внешне быть крещеным в православной вере, а по жизни быть исповедником Христовой веры и не стыдиться Христовой Евангелии, то есть поступать в каждой ситуации вот так, как и положено христианину, и тогда ты будешь своим у Господа. Это означает, что Он не постыдится тебя во время своего пришествия. И дальше Спаситель произносит вот такие слова. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Он кому говорит это? Он говорит это ученикам, то есть апостолам. И вот некоторые из них не умрут, когда еще не умрут, а уже увидят Царствие Божие. И что здесь имеется в виду? А имеется в виду вот именно то, что Он совершил после этого. Это событие преображения Господня, на которое Он из вот этих 12 учеников берет только некоторых, а именно трех. Сейчас мы это прочитаем. И вот они увидят как раз, а преображение-то и есть явление Царства Божие, как бы предвосхищение будущего Царства Божия, явление Его славы уже здесь на земле. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». То есть не просто так вот, а именно моление, как выражение своей взаимосвязи с Богом Отцом. «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белую, блистающую». То есть преображается все, то есть проявляется Его божественная слава. И с древности, в общем-то, когда являлась божественная благодать, то она являлась именно как свет, как особое такое сияние. И даже вот солнце, как бы оно блекнет, потому что это физическое солнце, а тут солнце духовное. И свет божественный, его ни с чем не сравнить. Это и свет любви, это не просто какая-то иллюминация, которая тебя освещает чисто физически. Это то, что прежде всего сердце твое согревает теплом неизреченной любви, и внутри сияет чистота. Не скверные какие-то злые мысли, которые нас грызут, а именно чистота, которая освобождает твой внутренний мир от всего греховного. Спаситель являет лучик от Царства Божия, еще здесь на земле. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. И предстают два величайших пророка, Божьи как бы два свидетеля. Здесь о чем идет речь? Тут получается, что на горе Преображения, это гора Фавор, на ней представители неба, земли и преисподней. То есть представители земли – это три апостола, небо – это представители пророка Илья, хотя тут, как в основном говорят святые отцы, что, конечно, пророк Илья, он с телом был взят в некие небесные сферы, но он еще не был введен, собственно, в Царство Божие, потому что крестной жертвы еще не было. Но все равно он в преддверии обители небесных находился. А Моисей, он из преисподних земли, потому что все, кто расставались с телом, вот Илья не расстался с телом, душа претели, а Моисей, у него душа вышла из тела, а все до крестной жертвы Христовой не сходили в Аа, то есть преисподние. Поэтому Моисей как бы представитель преисподних. Да, но он не мучился так, как мучаются там грешники. Они, праведники в аду, ожидали спасителя, но находились, конечно, в неком таком, конечно, некое печальное там такое место, но все-таки они и там получали отраду в своей вере и надежде на грядущего. И еще тут что? То, что Моисей – это представитель как бы закона. Он пишет закон, дает заповеди, через него Господь дает. А Илья – это представитель пророков, то есть вся полнота Ветхого Завета. И вот тут они, как свидетели явившегося Христа и преобразившегося, они сказано во славе явились, но это слава, конечно же, не их самих по себе, это слава Христова, которая просвещает их. Они говорят об исходе его, о каком исходе? О том, что вот ожидает его, но не они ему предсказывают, а как бы они беседуют с ним, и он им об этом говорит. Чуть раньше он говорил об этом ученикам. Что значит Христос Божий, это вот Мессия страдающий, и который воскреснет. И вот то же самое он говорит и обсуждает это с Моисеем и Ильей, потому что закон и пророки, они свидетельствовали именно о нем, о Христе. И вот, собственно говоря, он пришел, и он в этом диалоге как раз и говорят об исходе, о крестной жертве его. Да, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. То есть, тут такие вот, ну, чисто человеческие описания, что они поначалу спали, потому что они не тянули такого вот высокого уровня молитвы, когда Спаситель молился, а потом он просиял светом, и они пробуждаются. То есть, вот это духовное явление Света Божия, оно пробуждает их, они видят его, видят вот Моисея и Илью, молча созерцают, и когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи. Не знаю, что говорил, то есть, он рассуждает слишком по-человечески, ну, вот давай сделаем три палатки, чтобы подольше вот это хорошее вот состояние, вот это блаженное продлилось, чтобы вот тебе палатку, Моисею одну палатку и Ильи. И вот подольше побудьте с нами здесь, и нам самим от этого тоже будет, у нас будет чувство блаженства. Поэтому не знаю, что говорил, а самое-то главное все равно, то когда благодать Божия осияет человека и проявляет себя, то человеку хорошо. Плохо человеку когда? Когда человек себя отделяет от Бога, когда грешит, когда впадает в какую-то злобу или в прелюбодейные мысли, от этого плохо, а вот когда с Богом и Божественностью свет осияет человека, тогда человеку хорошо. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. Это, собственно, явление уже Духа Святого, то есть особое светлое вот это вот облако, как присутствие именно Духа Святого, Третьей Ипостаси, Святой Троицы, и апостолы испытывают священный трепет. «И был из облака глаз, глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». А вот уже проявление Бога Отца, то есть на горе преображения тоже состоялось откровение Троицы. Бог Отец своим глазом свидетельствует, Сын преобразился и просиял своим предвечным, божественным светом, а Дух Святой явился в виде облака. Когда был гласий, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели». То есть вот оно, такое опытное откровение Троицы. То есть не просто какие-то умства, не просто теория, какие-то философские рассуждения, а именно опытно-наглядное познание Троицы, и это запечатлено в Священном Писании. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. То есть они пробыли до следующего дня на горе преображения. И тут вот, понимаете, дальше такое новое событие, и получается как бы некий контраст. То есть только что было преображение и явление божественной славы. Вообще вся Троица себя проявила, то есть как такое предвосхищение торжества Божьего Царства. А тут вдруг спускаются, и здесь иное как бы торжество, тут вот бес торжествует, который обладел сыном у одного родителя. И как бы некий контраст, что вот есть вот небесный, который проявляет себя в земном мире, когда вот молятся, стараются приближать себя к Богу. А есть безобразие нашего человеческого падшего мира. Значит, встречают множество народа. Вдруг некто из народа воскликнул. Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Ну, понятно, что отец очень переживал, потому что единственный сын. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его. Так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Это очевидное объяснование, когда бес овладевает человеческим телом. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. Получается, что вот те же самые ученики, которые посылаемы были на проповедь, им дал Господь власть над бесами, над недугами. они это все наглядно проявляли, и тут вдруг нет, не получается. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Ну, собственно, в этих словах Спаситель уже объяснение, что почему бесы овладевают, почему не удается их изгонять по неверию и по развращению. Если нет веры, вера — это взаимосвязь с Богом. Если нет веры, то утрачивается взаимосвязь, потому что молитва без веры — это не молитва, просто так вот пустое произношение каких-то религиозных слов. А разврат, он приобщает человека бесам. Они, первые развратители, они развратились, уклонившись от Бога, и поэтому все искажают и портят. Но Спаситель, как бы, конечно, по-человечески выражая вот то, что доколе же буду с вами терпеть вас таких вот неразумных, но все-таки приведи сюда сына твоего, милосердие все равно. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить, потому что бесы не выносят присутствия благодати. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. То есть наша жизнь это, конечно, такая духовная брань, где иногда Господь подает некое утешение, благодатные чувства, как даже какое-то видение, как на горе преображения апостолом, но в целом все равно вот эта брань неверия, развращенность людей, бесы искушают и Спаситель все же подает победу, хотя дух вот этот он стрясает вот этого юноши и нас бесы искушают, но другим способом, потому что есть, конечно, такой вот святитель Игнатий Бринчанинов говорит, есть беснование такое телесное, когда внешне такая явно видимая, когда бес овладевает человеческим телом, но это не самое страшное, самое страшное, когда человек подчиняется дьяволу на уровне своих сердечных чувств и мыслей, то есть мысли и чувства человека становятся выразителями воли дьявола, и это страшнее, это такое незаметное беснование, которое у каждого человека, одержимое любой страстью греховной, чревоугодие, пьянство, блуд и прочее, прочее, это все тоже одержимость, и вот нужна вот эта брань, нужна воздержание, нужна вера, и через покаяние приобщиться благодати Христовой, тогда он исцеляет. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, вот спаситель вновь и вновь пытается уже объяснить ученикам, уже вот с того момента, как Петр исповедал, и уже преображение даже явлено, но вновь и вновь спаситель внушает «вложите вы себе в уши слова сии», то есть как бы запомните, «сын человеческий будет предан в руки человеческие», но они не поняли слово сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись, то есть ну как это так, как это он будет предан в руки человеческие, если его бесы боятся, бесы тут же покидают одержимых, вот там на горе преображения он явил такую славу, удивительно, и тут вдруг говорит, что он будет предан в руки человеческие, как это так, это невозможно, а спросить боятся, потому что спаситель четко, определенно сказал, что вот это вот так будет, и еще вот это несовершенство их, ну это и у нас на самом деле, когда мы вроде бы все обращаемся, вот мы стали христианами, уходим в храм, и потом вдруг начинают где-то у нас честолюбивые какие-то мысли возникать, что вот может быть мы там получше других, вот мы пред Богом особые такие, и то же самое здесь, пришла же и мысль, кто бы из них был больше, Иисус же в виде помышления сердца их, сами мысли их, взяв дитя поставил его пред собою и сказал им, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик, и ну вот действительно, дети, они более простые, непосредственные, нежели взрослые люди, конечно, дети тоже бывают, обижаются, сердятся на что-то, но у них нет такого вот, у маленьких детей, если вот 4 особенно, 4-5 лет, то у них такая душа открытая, непосредственная, и о каких-то коварных планах, чтобы себя там куда-то продвинуть, у них этого нет, вот спаситель поставляет таких детей, как пример для христианина, быть простыми, смиренными, не требовать чего-то вот себе такого исключительного, и вот принять такое дитя во имя Христова вот именно в этом смысле. Ну, конечно, на самом деле вот эти слова, они были подхвачены дальнейшими поколениями христиан, когда вот именно стали во имя Христова усыновлять детей, потому что, да, это вот именно христианская традиция. В язычестве такого не очень часто встречалось, и даже бывало так, что если там рождался, допустим, не мальчик, а девочка, то могли вообще выбросить такого ребенка и относились не как к образу Божию, к ребенку, а христианство, оно приносит иной взгляд, даже ребенок маленький, это образ Божий, кто примет сие дитя во имя Мое, говорит Спаситель, тот меня принимает, то есть вместо аборта, вместо того, чтобы убить ребенка, то есть принять и даже, может быть, усыновить брошенного ребенка, таковой принимает Христа, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, да, и, конечно, такое универсальное правило, кто из вас меньше всех, тот будет велик, вот если мы читаем, допустим, про преподобного Сергия Радонежского или про преподобного Феодосия Печерского, они сами своей высоты не замечали, они жили так, как будто вот они есть вот самые меньшие, а поэтому и были духовно выше, а те, кто вот себя везде, всюду, вот мне, там я, вот тут меня обидели, там вот какой-то иропот, еще чего-то, когда тебя самого становится слишком много, то Божьего в твоей душе становится все меньше и меньше. Пресем Иоанн сказал, это уже Иоанн Богослов, ученик Христов, наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. И, конечно, вот эти слова иногда можно неправильно истолковать, что якобы есть там какие-то целители, которые тоже там иконочки понавешали себе, но и священное писание, вот священное писание нельзя понимать отрывочно, брать какой-то фрагмент и понимать его, трактовать его без связи с другими местами. из книги «Деяния» мы знаем, что были такие тоже якобы целители, которые пытались исцелять, что там помните сказано, что вот именем Иисуса, которого Павел проповедует, вот пытались изгонять бесов, но бес наоборот взял такую силу над ними, что это были сыновья первосвященника какого-то, и вот бес наоборот овладел этими людьми и вовсе не собирался выходить из-за держимого человека, то есть речь идет не о том, что кто-то заигрывает с именем Христовым, оставаясь оккультистом, а это именно про человека, который искренне уверовал во Христа, и хотя физически, физически вот он не ходил по земле, но он уже исповедовал Христа, то есть он уже был исповедником Христовым, Иоанн Креститель тоже не ходил за Христом, но он по своей духовной связи был со Христом, и сам Спаситель некоторым говорил, что ты за мной не ходи, а возвращайся на свою родину и проповедуй, что тебе сотворил Бог, то есть речь идет не о том, чтобы все одним скопом ходили по земле друг за другом, а о том, чтобы в каждом месте были ученики Христовы, и вот тогда они уже как раз появлялись, и был даже такой человек, который именем Христовым изгонял бесов, и конечно же потом, когда уже было 50-летие, все эти люди через крещение включались в христианскую общину, а если откалывались от нее, то нет, уже все дары конечно же у них прекращались, и вот кто не против вас, то есть тот за вас, кто не будет именно выступать против христианского православного учения, идти против церкви, и естественно, что оккультисты сюда никак не вписываются, потому что они употребляют такие заговоры, заклинания, такие манипуляции, которые как раз есть против церкви, против Христова учения. когда когда же приближались дни взятия его от мира, вот это уже потихоньку опять к той же теме, о чем Спаситель предсказывает своим ученикам, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, то есть вот он идет с учениками, и чтобы место заранее устроить для отдыха, для трапезы, туда вошли два ученика и да, ну не сказано здесь, что два ученика, просто вестников, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Были свои вот такие традиционные одежды у народов того времени и у Самарян свои одежды, у иудеев свои, и когда вот они шли тоже в храм, то можно было увидеть такого шествующего человека, что он именно идет на какие-то религиозные обряды, и поэтому по внешнему виду было понятно для Самарян, что это для них чужаки идут, и они не приняли просто-напросто, что вот вы не наши, поэтому идите там себе своей дорогой. Вот у нас тоже часто в жизни бывает, что где-то нас не принимают, где-то перед нами закрывают двери, не идут навстречу, и тоже может вспыхнуть такое негодование, вот как так, вот Господи, накажи их, проучи их, и как правильно к этому относиться. Видя то ученики его Иаков и Иоанн, как два таких наиболее ревных сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал, то есть они же совершали чудеса благодатью Христовой, недуги отступали, бесы удалялись, поэтому они говорят, что вот хочешь, и они видели Иоанн и Иаков, вот не так давно видели на горе преображение самого Илью, поэтому образ Ильи как бы ожил в их сознании, а Илья это кто? Это строгий такой блюститель правды Божьей, строгий защитник Божьего закона и каратель грешников, Илья действительно, ну конечно Господь по молитве Ильи сводил небо, сводил огонь с неба на землю, и попалялись там и жертвы и потом даже враги Божьи попалялись, которые приходили за самим Ильей, достаточно жесткое такое знамение было, в принципе эта история уже священная знала, поэтому Иаков и Иоанн предлагают, но он, то есть Иисус, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать и пошли в другое селение, то есть не быть в духе пророка Ильи, вот помните говорит, что в духе пророка Ильи Иоанн креститель, он тоже, кстати, строгий такой обличитель был, всякой неправдой, а вот все-таки в духе Христовом как в духе милосердия, в духе прощения, потому что такой дух Христов, он дает возможность человеку исправиться, вот низвести огонь с неба на грешников, много ума, так сказать, вот не надо, ну низвели, попалили, а дальше что, они чего, погибли враги Божьи, и все, и так сказать, дело с концом, а как же, они же сотворены были Богом, для чего, не для гибели же, они сотворены были Богом для вечной жизни бессмертной, ну да, они что-то сделали вам злое, неправильное, но они сами от этого страдают, и наша задача пытаться спасти от их грехов, от их неправильного умонастроения, поэтому наша задача через прощение, милосердие и молитву пытаться спасти этих людей, чтобы они покаялись, исправились, а не уничтожать их физически, и поэтому вот спаситель говорит, что он пришел не губить души человеческие, а спасать, да и по большому счету, если бы Иаков и Иоанн захотели низвести огонь с неба на этих людей, а у них бы ничего не получилось, потому что благодатные дары это вот не такое необособленное от Бога вот как бы харизматическое дарование, что вот они захотели, там низвели, захотели, исцелили, это неразрывно от их личной взаимосвязи с Богом, понимаете, если Господь не хочет, то ты ни на кого огонь с неба не низведешь, если Господь не хочешь, ты никого не исцелишь, это все в Божьих руках, поэтому и наша задача от души молиться об этих людях, которые закрывают перед нами двери, чтобы рано или поздно они двери своего сердца открыли для Бога, и это самое главное, случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за тобою, куда бы ты не пошел, то есть, как бы, такой человек, который вот настолько вдохновился, вроде бы, что он говорит прям вот с таким вот пафосом, Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову, то есть, куда же ты пойдешь, если у меня нет здесь определенного жилища, да, вот мы иногда говорим, что вот, ну, такой, конечно, порицательный термин, бомж, без определенного места жительства, но по большому счету спаситель, он вот и вел такой образ жизни, он, конечно, в культурном смысле не опускался до этого уровня, но у него определенного места жительства не было, у него не было своего дома, своей комнаты, своей какой-то вот постели, куда бы он приходил каждый вечер, и он, потому что он отказался от себя и все время благовествовал и ночевал где придется фактически, и вот тот человек, который с пафосом отвечал, он не был готов к этому пути, чтобы следовать за Христом, а другому сказал, следуй за мною, но на этом не закончилось, тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего, то есть, вот другая ситуация, этому, тому он говорит, что нет, ты вот к этому не готов, а этому говорит, пойдем, а вот мне надо еще отвлечься, там надо вот хоронить, и да, чисто вот по-человечески, это действительно ведь, как, ну, не остаться, не хоронить отца, но Иисус сказал им, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие, то есть, тут речь идет о чем, о том, что вот родственников много, и самое-то главное, это душа его отца, и каждый почивший, если он того достоин, он милости Божьей не будет лишен, поэтому Иисус Христос, как Бог, он, конечно же, проявит милость к отцу этого человека, и своим промыслом организует его похороны, но вот ты конкретно сейчас призван, и поэтому сейчас и следуй, вот я вот когда трудился в семинаре, как проректор по учебной работе, бывало так, что вот молодой человек приходит, вроде бы он хочет учиться, и вот Господь его призывает, у него вдохновение, вдохновение такое появляется, и он вот хочет посвятить себя этому пути, служению церкви, а потом через месяц он говорит, вот надо мне там заботиться о маме, прекрасная задача такая, надо заботиться там еще, вот нужно поэтому пойти поработать немножко, я вот в следующем году приду, и вот сколько таких вот не было, ни один потом не возвращался, то есть жизнь с ее суетой и соблазнами потом затягивает такого человека, и вот он, не доверившись один раз Богу, он уходит, сходит с этого пути, и потом остается вот где-то уже вне, хотя Господь, конечно, не оставляет таких людей, а вот те, которые, как сказать, все равно сделали этот шаг, то Господь потом совершает такое чудо, что он и родных их благословляет, и они не оставляются брошенными, то есть никто там от голода, от болезни умирает, и сам этот человек, которого сделал решительный шаг и пошел по этому пути, то и его Господь тоже благословляет, и он становится служителем Божиим. Это вот к подтверждению этих слов зачитаем следующий, еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». То есть вот если ты призван уже, то следуй и не нужно отвлекаться на какие-то там вот эти домашние проводы, торжества, потому что враг просто соблазнить тебя отвлечет. Но речь здесь идет, конечно же, о таких глубинных вещах, что если в тебе созрело желание служить Господу, то следуй несомненно, и Господь все устроит, и устроит и в отношениях твоих с родными, с близкими, и с содержанием твоей семьи. То есть в этом выборе однозначно ставь на служение Господу, а Господь не оставит. Если же будет что-то иное, то неблагонадежен таковой для Царства Божьего. Дай Господь нам всегда делать правильный выбор, чтобы не лишиться Царства Божия, чтобы быть всегда со Христом, а Христос своих не оставляет. Храни вас Боже, дорогие братья и сестры, в следующий раз мы рассмотрим 10 главу Евангелия Атлуки. Атлуки.